Так, всем привет! Показываю новенькие броши, преимущественно это вот броши жуки. Некоторые из них мне уже надо бежать отправлять, наверное, поэтому я и не откладываю опять съемку видео. Ну что ж, начнем. В общем, начнем. Буду брать в произвольном порядке, что попадется в руку. Вот такой вот жучок в основном, да, броши жуки, как я сказала, вот такой вот жучок в розово-голубых тонах, очень насыщенный, такой яркий. Здесь камешек в туловище, называется Апатит. Так вот, сделаю чуть-чуть посветлее, надеюсь, что пересвета не будет. Камешек в туловище Апатит и расшито разными кристалликами, бусинками, жемчугом Сваровским, несколько оттенков, также есть бусинки Циркона. Жучок не очень большой, среднего размера скорее, но размеры я постараюсь не забыть и подписать на видео. Сзади брошь выглядит вот так. Одна застежка и моя бирочка. Кстати, все или почти все эти жуки уже выставлены на мои витрины, так что если вы не подписаны на мои соцсети, которые указаны в описании к видео и в закрепленном комментарии, то обязательно подпишитесь, потому что там все работы появляются гораздо-гораздо раньше, чем на видео, чем на ютубе. Вот еще один такой вот пухленький красавец. Здесь уже камешек в туловище, называется стихтит. Я не знаю, как после обработки на ютубе будет, но сейчас, как мне кажется, на видео немножко холоднее. То есть на видео он прям ярко-сиреневый, а в жизни он такой, знаете, тепловато-сиреневый, то есть в нем больше красного, чем сейчас я вижу на видео в самом камешке. Вот такая вот здесь сложная у него расшивка тоже, золотистые элементы, разные мелкие фианиты, мелкие кристаллы. В контраст здесь я добавила ярко-изумрудные и такие огненно-красно-оранжевые детальки. Мне кажется, суперски просто контрастирует с цветом камня и очень здорово его подчеркивает вот такой вот жучок. Повтора этого жучка быть не может, то есть я не смогу сделать. Поэтому, так же, как и предыдущие, если вам нравится, бронируйте. Еще один пухлячок такой. У него, мне кажется, уже такая чуть более строгая цветовая гамма. Здесь камешек называется Змеевик, но, наверное, все знают такой камень. И вот в оформлении такие, в основном цирконы, это по-русски фианиты, да, цвет граната. Но это не камень гранаты, это просто такой цвет. Очень красиво выглядит, суперски сочетается. Вот я решила сделать цветовое сочетание, насыщенный, тепло-красный, темненький. И этот теплый цвет Змеевика. У этой броши вот такая особенность. Здесь высокий камешек, и у него спинка получается, у этого жучка вот такая выпуклая. Не все камешки, не все кабошоны такие выпуклые бывают. Но этот вот такой. В таком ракурсе еще покажу оформление его голова-шеи. Тоже здесь жемчужинки сваровские. Бусинки, вот эти чешские фаер-поли, что они называются. И всякие разные еще бусинки. И бисер японский. Следующая брошка, это вот такой вот жучок. Он по длине, немножко больше предыдущих получается. Вот так, сейчас можно его... Вот так, чуть-чуть притемнило, так лучше передается. Здесь в туловище камешек лизардит. Лизардит это родственник вот этого Змеевика. Только Змеевик он более такой темный, и в нем больше зеленого. Лизардит в нем чуть больше желтого. Но все-таки он не желтый, а такой как бы салатово-зеленый. И поддержала я эту салатовую зелень оливково-зелеными кристаллами. Тоже зелененькими усиками. И решила пойти по такому не самому как бы распространенному цветовому сочетанию. Я добавила яркий синий к этому желто-зеленому, да, салатово-зеленому. Добавила вот такой яркий светлый синий. И мне кажется, получилось просто супер. Не знаю, как его взять, чтобы не мешались мои пальцы. Просто я демонстрирую очень маленькие изделия. Все эти изделия, они достаточно миниатюрные. Конечно, мне нечем больше их показывать, кроме как своими руками. И поэтому мои руки занимают как бы много тоже пространства в видео. Ну вот постараюсь как-то вот так показать. Мне очень понравилось это цветовое сочетание. Я не помню, есть ли у меня еще лизардит камешек или нет. Но если есть, то можно поэкспериментировать еще с другими цветовыми сочетаниями. Тоже сочетается со множеством оттенков. Можно сделать более спокойное сочетание. Или вот такое тоже какое-нибудь еще яркое, контрастное. Сзади выглядит вот так. Тоже одна застежка, но застежка подлиннее. И моя бирочка. Вот так они выглядят в сравнении. То есть немножечко разные размеры. Какой-то миниатюрнее, какой-то чуть больше. Но все эти жучки я отношу к средним жучкам. А вот эта брошка уже покрупнее. Здесь у нас идет голубой опал Авайхи. Это такой камешек опал из группы не опалисцирующих опалов. То есть бывают с опалисценцией такие светящиеся. А это плотный камешек. Он, конечно, потрясающе красивый по своему цвету. Достаточно крупная брошка. Сразу предупреждаю, эта брошка уже в броне. Ее забронировали, соответственно, увидев в инстаграме, по-моему. Здесь у нас получается вот такая какая-то крылатая мушка. Я точно не знаю, кто это. Мушка там же ужилица какая-нибудь. Может, пчелка. Я же не копирую кого-то конкретного. Я просто делаю красоту, как сложатся элементы. Здесь у нее такие ажурные крылышки. И в крылышках тоже камешки. Бледно-бледно голубые. Но здесь, если голубой плотный, то в крылышках прозрачные. Как топазики. Но это ювелирное стекло. И инкрустация фионитиками. Вот. И в голова шеи тоже кристалл. Очень подходящий по цвету к опалу. Фурнитура здесь цвета розового золота. На камере выглядит гораздо более насыщенно. Почти как медные. Но в жизни как бы не так уж насыщенно выглядит эта фурнитура. Сейчас я посветлее сделала. Но тогда пересвет идет по остальным элементам. Не всегда охотно любят жучки сниматься. Вот здесь вот два таких пыльно-розовых каких-то кристалла. Это фиониты тоже. Приглушается немножко их сияние на камеру. Но очень красивый и необычный оттенок фионита. Такого сочетается суперски. Суперски сочетается с цветом фурнитуры вот этой. Так как эта брошка крупненькая и достаточно тяжеленькая. Здесь идет уже две застежки. Две небольшие застежки. Я посчитала, что так она будет лучше сидеть. Меньше болтаться на ткани. Крепче как бы сидеть будет в целом. И также можно оценить вот с этого ракурса, что крылышки остались ажурными. Крылышки остались ажурными, такими прозрачными. Специально мне вот хотелось, чтобы эти а-ля топазики остались ничем не закрыты сзади. Я недавно выкладывала видео заказ для Нины. Заказ на самом деле был очень давно выполнен. И вот эта же Нина забронировала вот эту брошь и заказала к этой броши серьги. Конкретно не было ничего оговорено, какой будет дизайн. Просто вот серьги для этой броши. Знаете, я делала несколько дней. Сшивала, собирала, распарывала, распускала. Я несколько дней реально собирала и распускала сияги. Потому что вроде бы ничего неплохо, но все равно немножко не то. Все равно как бы не идеально. Но вот чувствую, что как бы хочется чего-то другого. А чего-то я сама не пойму, чего именно другого. Но в конце концов я нащупала. Нащупала то, что меня удовлетворило. И серьги состоялись, свершились. Вот такие вот сережки. Точно такой же кристалл, как в голово-шеи у мушки. У меня не было больше опалов, которые бы подошли на серьги. Но зато с кристаллами получилось очень изящно. И очень легкие серьги. Они не огромные, но при этом мелким совсем уж я их тоже не назову. Они в общем-то в целом заметные. Фурнитура здесь вся тоже под розовое золото. Много жемчуга сваровски. Кристаллики бесцветные и пыльно-розовые. Сзади просто натуральная кожа. И застежки-наручники. Такие очень удобные. И на любой мочке хорошо сидят такие. И здесь тоже инкрустация нежненькими фионитиками. В общем-то ничего лишнего. Одну сережку буду держать. Потому что так мне легче показать. Вот. Сережка с брошью. Они замечательно сочетаются. Хотя сережки не копируют брошь. И красота эта отправляется в Казахстан. Я сразу говорю, что повтор вот такой броши я сделать не смогу. Серьги еще может быть. И то. Не знаю, получится ли. Но брошь точно нет. Еще я вам покажу вот такую крошечку-малюточку. Очень миниатюрная брошечка получилась. Частенько спрашивают, бывает, о размерах брошей. И говорят, ну, ой, мол, для меня это великоватая. Брошь крупноватая. Хотелось бы помельче. Ну, как-то так получается, что у меня примерно все броши получаются. Или средние, или крупные броши жуки. Но большинство. А вот у меня получилась вот такая крошечка. Какая-то, я не знаю, тоже пчелка, может быть, или какая-то мушка, жужелица, не знаю. В туловище здесь камешек называется хризакола. Это ближайший родственник бирюзы. И очень похож на бирюзу именно вот этот образец. Потому что здесь много именно оттенков бирюзы. Хризакола бывает более такая белесая, более синеватая. С включениями азурита, азурома-кита, малахита. Поэтому она может быть и зеленее, и синее. Как и шатукит, например. Вот. Но здесь хризакола прям очень-очень бирюзовая. И маленький кабошончик. Вот мне понравилось то, что маленький кабошончик. Я могу, и мне захотелось с ним поэкспериментировать. В общем, получилась вот такая брошка. Сразу говорю, что ее тоже забронировала Нина. Захотела ее себе. Здесь вот такие золоченые крылышки. Здесь золото такое, как бы старое золото. Может, это как бронза идет. Такой вот цвет фурнитуры. Но мне кажется, с бирюзой замечательно сочетается. В голово шеи у нее вот такой кристалл лаковый с эффектом дилайт. То есть он отливает. Он как бы голубой и отливает там местами каким-то желтым, зеленоватым. И многое жемчуга сваровски здесь тоже. В основном такой кремовый оттенок. И опять же для тех, кто мне напоминает, что у насекомых по 6 ножек. Я знаю. Но сюда я примеряла 6 ножек. Они как бы лишние были. Давайте будем считать, что одна пара ножек скрыта под крылышками. Потому что я реально сделала 6 ножек. По 3 пары с каждой стороны. Но одна пара как-то была не к селу уже. Слишком многоножчатое существо получалось. Сзади эта брошечка выглядит вот так. Одна застежка, моя бирочка и натуральная кожа. Очень она легкая. Подойдет даже для не самых толстых тканей. И касательно повторов, я точно такую же не сделаю, конечно. Как минимум, потому что двух одинаковых камешков у меня нет. Но в подобном стиле я, наверное, еще буду делать брошечки. Еще хочу заострить внимание, что у меня здесь вот в контраст к бирюзе, а также в контраст к вот этому старому золоту или к бронзе, да, как назвать, идут вот такие маленькие вставочки ярко-красного. Вот здесь два крошечных кристалла и в ножках две крошечные бусинки. Ну, точнее, бисеринки это. Такая мушка-пчелка тоже улетает в Казахстан. Вот эти брошки я покажу сразу парой. Потому что они как-то отслеживаются, да, как бы, что они очень похожи. И еще потому что они улетают к одной девушке. То есть одна девушка купила сразу обеих, обе брошки. Сначала хотела желтую, но потом увидела синюю, колебалась, колебалась и взяла обе две. Эти жучки улетают в Англию. Они очень похожи на драгоценные камни, но это все ювелирное стекло, все ювелирные кристаллы. Драгоценных камней здесь нет. Но хотя вот этот вот похож на какой-то, какой-нибудь там насыщенный цитрин, да, это как будто бы сапфир в бриллиантах. Ну, конечно, это все ювелирное стекло и фианиты. Некоторые фианиты прям очень хорошо сверкают, но, как обычно, моя камера почему-то гасит все сверкание. На самом деле переливаются они сильнее в жизни. Это средние размеры жучков. Повтор таких я не сделаю. Тоже, к сожалению, извините, как бы, ну нет. Я еще буду делать в таком стиле жучков, но повтор этих просто не смогу сделать, не получится. Сзади тоже они похожи. Такие вот застежки, мои бирочки и натуральная замша. Счастливого пути в Великобританию. И еще одна разновидность жучков. Здесь тоже преимущественно кристаллы, но здесь вот такая интересная узорчатая спинка. Такая вот она узорчато-фианитовая. В основном бесцветные фианиты, красные маленькие вставочки. И также я добавила расшивку из оттенков красного, белого, бесцветного. И также для того, чтобы это не было как-то уныло монотонно, я добавила синие детали. Вот здесь это такой интересный тепло-синий цвет. Это тоже фианит. Это не просто стразик, насыщенный рубиновый вот здесь в голово-шеи. Очень сочный, такой красивый цвет. Сзади вот так тоже одна большая застежка, моя бирочка. И торчат всякие ноги и усы. И внезапно, внезапно не жук, а черепашка. Здесь вот такой похожий элемент, как в жуке. Но только это черепашка. И я ее решила сделать преимущественно в золотых тонах, добавив немножко бесцветного и белого и оттенков красного. Вот такая получилась драгоценность маленькая. Я ее еще тоже нигде не выставляла, поэтому на момент съемки видео она свободна. Сбоку она выглядит вот так. То есть небольшой объем есть, но не слишком. И сзади вот так я решила поставить две маленькие застежки. Как-то мне показалось, что так она будет лучше сидеть. Здесь по контуру расшивка из жемчуга Сваровски и чешских бусин Fire Polish, таких золотых. Спереди вот такая красота. Красноватые оттенки. И это все переливается, сверкает. Но в жизни оно сверкает сильнее, чем я сейчас вижу в окошке. Камеры. Черепашку я раньше еще никогда не делала, но мне понравилось. И буду делать еще из натуральных камней в том числе. Такая классная, такая ладненькая вся. Прям очень мне сама нравится. На сегодня это все. Большое спасибо, что вы смотрели. Я знаю, что многие скучают по моим видео, которые выходят, к сожалению, не так уж часто. Но да, так складывается, что как только у меня будет готово еще сколько-то работ на очередное видео, я обязательно сниму и мы снова увидимся. Пишите, пожалуйста, какой жучок или какая брошь вам понравилась сегодня больше всего. Не забывайте подписываться на мои соцсети, которые я указываю в закрепленном комментарии и в описании под видео. А я вас всех обнимаю, желаю вам хорошего дня. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok